Продолжение следует... Цифровая образовательная среда изменяет не только технологии познавательной деятельности, методики преподавания, но и коммуникации между педагогами и учащимися. И сегодня педагоги практики представят свой интересный опыт использования платформы мобильное и электронное образование в организации проектной деятельности. Хочется отметить, что в рамках форума проходил фестиваль детских проектов, где педагоги и их ученики присылали проекты, которые создавали на своих уроках с использованием цифровой образовательной среды МЭО. Три спикера нашего сегодняшнего трека – это Павлова Наталья Александровна, Ряжин Никита Андреевич и Чанина Юлия Сергеевна приняли активное участие, а работа ученика Юлии Сергеевны набрала больше всех баллов в 1955 и стала лауреатом. Поздравляем всех участников, а также Юлию Сергеевну с победой. Сегодня мы с вами начинаем нашу работу и первой у нас выступает Павлова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы образовательного центра «Флагман» Московской области. Она представит свой опыт по реализации проекта Михаил Юрьевич Лермонтов «Жизнь сети» с использованием цифровой образовательной среды, мобильное и электронное образование. Прежде чем Наталья Александровна начнет выступать, мне хотелось бы отметить, что все спикеры должны соблюдать регламент 5 минут. По окончании времени я буду напоминать, что время, уважаемые коллеги, если у участников нашего трека возникают вопросы, то, пожалуйста, вы можете их написать в чате. В рамках отведенного времени мы постараемся рассмотреть вопросы. Если же мы будем не успевать, то в чате выступающие вам дадут ответ на ваш поставленный вопрос. Спасибо. Начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я расскажу вам о своей проектной деятельности с мобильным и электронным образованием. Хочу отметить, что это мой первый опыт в создании проектов, но платформа предоставляет большое количество интересных заданий, поэтому многие из моих учеников изъявили желание выбрать темы и поучаствовать. Так, нами было выбрано три проекта по литературе. Первый проект заключается в создании репортажа с места событий проведения первого публичного экзамена и интервью с участием Державина. Второй проект – это создание сообщества ВКонтакте от лица Михаила Юрьевича Лермонтова. И третий проект – создание предвыборной рекламы в пользу Николая Васильевича Гоголя, почему именно он должен носить звание имя России. Ученики выбирали, исходя из своих интересов, темы. В этом я их не ограничиваю. Какие этапы мы предприняли для создания наших проектов? Расскажу на конкретном примере одного из проектов. Нам нужно было представить, что интернет появился гораздо раньше, и Михаил Юрьевич Лермонтов имел свою страничку в социальных сетях. Мы обозначили цели – это популяризировать писателей XIX века посредством размещения информации в социальных сетях. Также обозначили задачи – это изучение творчества, подобрали необходимую информацию, и как результат создания нашего продукта – это сообщество ВКонтакте. Далее мы обозначили основные этапы работы, выявили актуальность и проблему нашей темы. И также обозначили интересный факт о жизни Лермонтова, потому что многие знают о нем как о поэте, но немногие знали, что он еще и писал картины. Этот факт мы тоже положили в основу создания нашего сообщества. Конечно же, мы провели опрос среди учеников о знаниях жизни и творчестве поэтам, и как результат создали наш уникальный продукт – это сообщество ВКонтакте. Было очень интересно размещать посты от имени Лермонтова, получилось очень необычно, и наши подписчики это оценили. Какие продукты у нас еще получились? Репортаж и интервью мы решили объединить в один обучающий видеоролик, который идет 2-3 минуты, и сам видеоролик озвучивал ученик сообщества ВКонтакте, и третий проект результатом стал предвыборная реклама. Ученицы решили оформить эту рекламу в виде небольшой книжки с основными этапами творчества поэта и обозначили факты, почему именно он должен стать и носить звание «Имя России». С этими проектами мы также выступили на школьном этапе научно-практической конференции «Луч», где проект с созданием сообщества стал победителем. Предвыборная реклама Гоголя – это призер, но девочки, ученицы мои, пошли дальше, и уже на муниципальном этапе стали лауреатами второй степени. Репортаж и интервью с места проведения первого публичного экзамена стал лишь участником, но все учителя, жюри оценили озвучку именно учеником этого видеоролика обучающего. Все, конечно же, продукты мы показали и остальным одноклассникам, и другим классам, и можно отметить тенденцию к интересу, заинтересованности других учеников, потому что такие уникальные проекты, продукты помогают расширить свой кругозор не только участникам, но и остальным ученикам. Также мобильное и электронное образование – это отличная возможность расширить сферу изучения жизни и творчества писателей, поэтов, если мы говорим о литературе. И также ученики в первый раз в каком-то проекте пробуют создавать уникальные свои продукты. У меня на этом все, спасибо. Спасибо, Наталья Александровна. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие перспективы дальнейшие вы для себя видите в работе с использованием ресурсов мобильного и электронного образования в проектной деятельности? Перспективы, конечно же, есть. Если мы говорим о литературе, то, я как уже сказала, многие ученики заинтересовались, не только мои участники, да, три проекта. И в дальнейшем у меня уже есть претенденты, ученики, которые планируют создавать также какие-то ролики, которые могут создать поэта, потому что у каждого ученика есть любимый какой-то писатель или поэт. И они развивают, расширяют свой кругозор и знания. Спасибо большое. Я предоставляю слово Ряжину Никите Андреевичу, учителю русского языка и литературы школы Горки-10, Московская область. Он представит тему проектирования настольной и цифровой игры про описание N и удвоенной N в причастиях на дидактическом материале цифровой образовательной среды мобильное и электронное образование. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего выступления прозвучала сейчас. Я могу сказать о том, что одной из основополагающих характеристик современного человека, действующего в пространстве культуры, является его способность к проективной деятельности. Актуальность умения учиться для современного человека подчеркивается почти во всех документах, касающихся реформирования системы образования. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт нового поколения требует использования в образовательном процессе таких технологий, технологий деятельностного типа и методов проектно-исследовательской деятельности. А обучение, построенное на проектирующем подходе, в первую очередь создает условия для формирования всех видов универсальных учебных действий. Обучающийся имеет возможность развивать самостоятельность, ответственность, целеустремленность, настойчивость в достижении цели. Наблюдая за деятельностью учителя, изучая видеоматериалы из доступных медиаисточников, прихожу к убеждению, что словеснику приходится осваивать новые, несвойственные профессии и умения. На интересных и ярких уроках талантливый педагог предстает перед нами и как режиссер, и как сценарист, и как актер. С точки зрения психолого-физиологической характеристики информация, полученная в рамках того или иного исследования или проектирования, будет восприниматься непосредственно, образно и в конечном итоге эффективнее. Однако в мире медиафикации исследователи выделяют совершенно новые трудности, которые могут возникнуть в рамках обучения родной речи и родной литературе. Зачем нам изучать язык и литературу, если исправить ошибки может компьютер? Остается вопрос. Как впечатлить обучающихся? Эту задачу успешно можно решить при помощи технологии проектного обучения. При работе возник ряд вопросов. Как замотивировать учеников на выполнении проекта? И индивидуальные проекты или групповые дадут наибольший эффект? Позволю себе выдвинуть предположение, что введение в курс преподавания русского языка информационных технологий и элементов проектной деятельности является профессиональной потребностью. И полагаю, что система филологического образования современных школьников может быть дополнена такими учебными ситуациями, которые бы содержали упражнения, задания в рамках цифровой среды. Проанализировав контент-платформы мобильное и электронное образование по русскому языку, я отметил для себя те упражнения, которые бы я смог уместно использовать в рамках технологии проектной деятельности. Наиболее общими и необходимыми категориями в грамматике каждого языка являются части речи. С выяснения вопроса о частях речи начинается и грамматическое описание любого языка. Говоря о частях речи, имеют в виду грамматическую группировку лексических единиц, то есть выделение в лексике языка определенных групп или разрядов, характеризуемых теми или иными признаками. Отдельно стоит вопрос об освоении орфографии по той или иной теме в разделе морфологии. Одной из наиболее сложных для изучения тем по орфографии в курсе русского языка для седьмого класса является тема причастия. Учащиеся испытывают огромные трудности при освоении данной темы. Материал заучивается, воспроизводится, однако быстро выветривается. Ситуация также осложняется тем, что в науке нет единого подхода к решению проблемы идентификации данной морфологической единицы. Настольные игры были популярны во все времена. Сейчас происходит самый настоящий бум настольных игр. Они вновь на пике популярности. В качестве выполнения проекта я и обучающиеся седьмого класса примерили на себя модную специальность геймдизайнера, то есть создателя игр. В нашем случае настольные игры правописания причастия. На этапе подготовки нами были выбраны тема, исходя из потребностей в обучении русскому языку в нашем классе. Тема причастия показалась нам сложной, поэтому и наш выбор пал на нее. Воспользовавшись тетрадью для проектной деятельности на платформе мобильное электронное образование, в качестве продукта своего проекта мы выбрали настольную игру. Был составлен план проекта, которому мы следовали. В выполнении проекта мы начали с изучения литературы по заявленной теме. Были отобраны основные орфографические правила в рамках части речи причастия. На этапе подготовки были отобраны способы оформления результата проекта. Основной этап работы мы начали с проведения анкетирования в классе. Были отобраны трудные случаи правописания причастия. В дальнейшем наша работа была посвящена проектированию продукта нашей деятельности. Был спроектирован каркас настольной игры и написаны правила. Параллельно с этим мы подбирали дидактические материалы для игры, упражнения и задания для карточек. Мы провели сборку игры и проверили ее на практике на одном из уроков в классе. На заключительном этапе в формате круглого стола нашего школьного методического объединения учителей-словесников мы презентовали игру. Также провели рефлексию проектной деятельности. В формате открытого урока в школе мною было предложено выполнение проектного задания в рамках всего класса. Класс был разделен на три группы, каждая из которых необходимо было проанализировать трудные случаи написания «не» с разными частями речи и создать свой дидактический материал, который можно использовать на уроках систематизации знаний. В проектном задании принимало участие 25 человек. В ходе реализации проектного задания обучающиеся систематизировали знания по теме правописания «не» с разными частями речи. Ими была сконструирована настольная игра «правописание не» с разными частями речи. Были учтены все требования к реализации проектной деятельности в рамках учебного занятия. В дальнейшем возможна разработка дополнений к игре, проектирование и реализация настольных игр для повторения и систематизация других тем в курсе русского языка. Таким образом, с уверенностью могу сказать о том, что реализация проектного метода развивает способность обучающегося самостоятельно, успешно осваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса. То есть умение учиться, конкретные упражнения и задания на платформе МЭО, проектной направленности, целесообразно использовать на уроках русского языка. Спасибо большое. Спасибо. Никита Андреевич, как Вы думаете, повышается ли эффективность уроков русского языка с использованием ресурсов мобильного и электронного образования в проектной деятельности? Повышается, естественно, повышается. В первую очередь, обучающиеся развивают свои способности самостоятельно, успешно осваивать новые знания, формировать умения и свои собственные компетентности. Также развивают свои гибкие навыки и в целом открывают и реализуют свои творческие способности. И развивают свою личность, свою индивидуальность. Спасибо большое. Никита Андреевич. А мы переходим к выступлению Чанина Юлии Сергеевны, учитель начальных классов Захаровской среднеобщеобразовательной школы Московской области. Реализация проектной деятельности с использованием возможностей, заданий, занятий в цифровой образовательной среде МЭО в начальной школе. Да, здравствуйте. Сейчас доползу до своего проекта. Так, сейчас, секундочку. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В этом году я решила попробовать себя в проектной деятельности, выбрать идею и определиться с тем, что делать. На мой взгляд, это, наверное, самая сложная часть проекта. И в этом плане мне очень сильно помогла платформа МЭО. На платформе есть раздел «Задания к занятию», где расположено проектное задание, которое как раз-таки стало идеей для моего проекта. За этот раздел мне хочется МЭО сказать отдельное спасибо, потому что педагогам, которые впервые реализуют свои проекты, очень сложно выбрать тему, которая действительно будет актуальна и интересна. Мы выбрали задание к занятию по математике. МЭО предложила нам создать напоминалку, которая поможет детям лучше запомнить какое-либо правило, формулу или определение. Мы взяли это задание за основу и решили сделать проект, который назвали «Шпаргалки-запоминалки по математике для второго класса». Цель, которую мы перед собой поставили, это создать шпаргалку-запоминалку в виде блокнота для обучающихся вторых классов по трудным темам математики. Задачей проекта – это были шаги, которые нам необходимо было сделать для того, чтобы достичь поставленной нами цели. Свою работу мы начали с изучения вопроса о том, что же такое вообще шпаргалка. Для этого мы обратились к толковому словарю Сергея Ивановича Ожегова и Владимиру Ивановича Даля. Следующим этапом нашей работы стало знакомство с самыми оригинальными и популярными шпаргалками современности прошлых лет. Мы познакомились с самой древней шпаргалкой, самой длинной шпаргалкой и даже нашли самую большую шпаргалку по количеству написанных на ней ответов. После того, как мы познакомились с самыми необычными шпаргалками, мы приступили к созданию своей собственной шпаргалки-запоминалки. И наш проект состоял из нескольких взаимосвязанных этапов. На первом этапе мы провели опрос среди одноклассников, то есть в своем втором классе, и, основываясь на его результатах, мы отобрали темы, которые вошли в наш блокнот. На втором этапе нам нужно было определиться с тем, как же нам вообще оформить этот блокнот и как оформить шпаргалки. И в основе наших шпаргалок лежит принцип наглядности, так как новое правило или формула лучше запоминается, если есть опора на зрительный образ. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Для того, чтобы придать блокноту законченный вид и увеличить срок его службы, мы решили его заламинировать. Чтобы удостовериться в том, что все задачи у нас выполнены, цель достигнута, что блокнот получился достаточно информативный и полезный, мы решили опробировать его на самостоятельной работе. После самостоятельной работы мы опросили несколько одноклассников и пришли к выводу, что даже те дети, у которых есть трудности при усвоении этих тем, вообще спокойно, легко справились с самостоятельной работой. Им было очень интересно, когда под рукой есть такая вот опора. Для того, чтобы нашим блокнотом могли пользоваться абсолютно все, в любой точке мира, мы перенесли его в формат PDF и сделали для него QR-код, поэтому сейчас вы можете направить камеры своих смартфонов и загрузить себе PDF-файл либо на телефон, либо на компьютер и пользоваться нашими шпаргалками. У меня это не единственный проект в этом году. При помощи МЭО мы еще сделали еще один проект. Мы создали дидактическое пособие, календарь экологических дат, и в нем как раз-таки в календаре собраны все праздники и даты мира, которые связаны с охраной природы. Эти две работы у нас участвовали в научно-практической конференции на школьном этапе, мы стали победителями, прошли на муниципальный этап, совсем недавно пришли результаты, и мы заняли призовые места. У нас блокнот стал лауреатом второй степени, а календарь стал лауреатом первой степени. И в завершение мне хотелось бы сказать, что очень трудно было начинать это все, всю проектную деятельность, потому что это большая, трудоемкая, объемная работа, но я очень рада результатам, которые мы достигли, и очень рада, что себя в этом проявила, и всех к этому призываю. Пробовать, творить и создавать что-то новое. Спасибо, Юлия Сергеевна. У меня такой вопрос. А какие вы дальнейшие планы, перспективные линии для себя видите в данном направлении? Мы, когда занимались этим проектом, мы уже забежали на два года вперед, что в третьем классе мы будем реализовывать такой блокнот по русскому языку, а в четвертом классе, надеюсь, что, конечно, получится, потому что идей задумок очень много, возможно, в четвертом классе мы соберем уже это в один большой сборник. То есть со второго по четвертый класс делаем не только математику, но и русский, возможно, включим туда и литературу, и окружающий мир. То есть хочется сделать что-то такое вау, большое, объемное. Еще раз спасибо. Хочется отметить, что в чате коллеги, благодаря выступающих, с удовольствием слушают все проекты. Спасибо за обратную связь. А мы переходим к следующему выступлению. Корин Элеонора Леонардовна, заместитель директора по учебно-методической работе в гимназии города Раменское, Московской области, профориентационный проект «Наша проектория» как модель организации групповой проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Мы готовы слушать вас, Элеонора Леонардовна? Элеонора Леонардовна, вы с нами? К сожалению, коллеги, видимо, какая-то проблема возникла. Мы не будем останавливаться на этом. Пропустим данный проект. Я приглашаю Айвышева Александра Балдоржевича, учителя географии Агинской средней школы номер один Забайкальского края. Он нам представит свой проект, проектная деятельность обучающихся в дополнительном образовании. Добрый день, уважаемые эксперты, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Балдоржевич. Тема моего выступления – проектная деятельность в дополнительном образовании. Работая в школе, я заметил, что одарённый ребёнок, из моих наблюдений, ну, в принципе, у любого ребёнка это есть. Сейчас вы поймёте, о чём я говорю. Интерес. Но у одарённого ребёнка он не может, одарённый ребёнок, он не может проявить некий такой креатив, свои идеи, то есть талант не равняется к применению. Также работа в команде, то есть умение работать в команде. Не всегда, но есть случаи. Зачастую также это бывают дети-отличники. И инициативность. То есть есть желание у этих детей, но эти дети не берутся за какое-либо дело. Ну, тут тоже плюс или минус, да. Для всех современных детей низкая информационная грамотность и критическое мышление. Решение проблемы является именно проектная деятельность. Как это реализуется у нас в IT-кубе нашей школы? Если взять в целом, то по изучению программы курса. Ну, неважно, сколько часов рассчитано, дети, главное, защищают свои проекты по своим направлениям. Рассматривая сам процесс проектной деятельности, выходят следующие... Выходят у нас следующие этапы. Выходят следующие этапы. Первый этап — это знакомство. Что происходит на данном этапе? Ребята знакомятся с теоретической частью, с простыми навыками. Второй этап — определение. То есть данный этап проходит в течение трех недель. Здесь ребята определяются с темой, определяются с составом команды, ищут, занимаются поиском реальных партнеров. У нас реальные партнеры — это наши родители, это администрация школы, это муниципалитет. У нас поселок с населением всего лишь 18 тысяч человек, поэтому тут каких-то крупных компаний у нас нет. Реальные партнеры — это родители, муниципалитет, школа и так далее. Третий этап — это планирование работы. Здесь ребята составляют план работы для самопроверки, заполняют чек-листы, пункты, которые должны выполнить. Здесь очень важно, при заполнении этих чек-листов дети строят свой индивидуальный маршрут и делают самопроверку, что очень важно. Следующий, четвертый у нас этап — это реализация проекта. Реализация проекта проходит во внеурочное время, возможно, во время уроков. Дети изучают теорию, программу далее применяют на практике. На этапе реализации проекта большую помощь могут оказать инструменты, предлагаемые информационно-цифровыми платформами. В процессе работы над проектом дети черпают знания, используя разнообразный цифровой конвент, и демонстрируют результаты. Используя материалы ЦОК платформы МЭО, дети готовят проекты к защите, исследуют и защищают свои решения. И пятый этап — это предварительная защита. Защита на уровне направления. Ну и после такой деятельности дети выходят, собственно говоря, на конкурсы, которые проходят на региональном уровне, на всероссийском уровне. И возвращаясь к проблематике, именно работая в такой последовательности, применяя данный такой этап, ребят учатся работать в команде, проявлять инициативность, применяют свои идеи в реальной жизни в разных сферах. И выходят у нас следующие, вышли такие вот результаты, ребята, которые прошли, ну, такую программу, скажем, да, вышли на всероссийские мероприятия и заняли такие места, которые вы можете посмотреть на данном слайде. У меня все. Большое спасибо. Александр Балдоржеевич, вам в чате уже поступают предложения о сотрудничестве, и обратите на это внимание. А у меня такой вопрос. Над каким проектом работали ваши ученики и привлекали ли вы к этой работе родители? Ну, например, в 2022 год у нас был объявлен годом культурного наследия и нематериального искусства малых народов нашей страны. И на эту тему у нас прошли такие вот проектные работы в каждом направлении. Также в этих направлениях участие принимали наши родители. Ну, вот принцип один и тот же. Те же у нас были этапы, но хочется затронуть именно инструменты МЭО, какие мы использовали, да. Именно вот третий этап, когда я вам рассказывал про третий этап, когда ребята делают свои чек-листы, мы берем из МЭО инструмент циклограмма проекта. Это циклограмма, по-моему, проекта, да. Там ребята, то есть через данный дневник, собственно говоря, создают, планируют свой проект и учатся сами себя как бы контролировать, делают свои какие-то проверки, самопроверки, важно сказать, да, самопроверки. Потому что сейчас дети очень плохо над этим работают, а именно вот с инструментами МЭО у нас очень хорошо получается. Спасибо большое. Очень интересный опыт был представлен сегодня в рамках нашего трека. Скажите, пожалуйста, Элеонора Леонардовна, готова выйти с нами на связь? Спасибо большое. Добрый день. Очень рада видеть, были небольшие проблемы с браузером. Я являюсь заместителем директора по учебно-методической работе гимназии города Раменска. Сегодня представляю наш профориентационный проект, наша проектория, как модель организации и групповой проектной исследовательской деятельности обучающихся. Наш проект имеет под собой прочную основу. Во-первых, актуальность этой темы, главная цель проекта – это оказание помощи выпускникам с выбором будущей профессии. Поскольку в настоящее время происходит устойчивая тенденция к взаимному противноменению предметных областей и формированию профессий на стыке наук, например, таких как 3D-строительство, 3D-печать медицинских имплантов, компьютерная лингвистика, разработка киберпротезов, геномное редактирование, мы понимаем, что узкого профиля бывает порой недостаточно. Отсюда следует вывод, что наши выпускники должны иметь широкое мировоззрение, знания в области технологического предпринимательства, гибкие навыки, умение работать в команде, планировать свою деятельность, также быть готовыми воспринимать новое и учиться на протяжении всей своей жизни. В то же время мы видим влияние технического прогресса и развитие IT-индустрии, стремительную цифровизацию множества отраслей, а также нашим выпускникам потребуются гибкие навыки для того, чтобы работать в команде. На сегодняшний день в гимназии города Равенска обучается 1851 ученик, с которыми сотрудничают более 100 преподавателей. Также у нас 15 организаций партнеров, с которыми мы имеем стабильные отношения, и 4 профиля в средней школе. Это стандартные профили, социально-коммунитарный, физико-математический, медико-биологический, социально-экономический. Мы столкнулись с проблемой, что выпускники затрудняются выбрать предметы для выпускных экзаменов, поскольку при зачислении в 10 класс они плохо представляли себе, чем будут заниматься после окончания школы, и куда хотели бы поступать для продолжения учебы. Исходя из этого, мы с коллегами решили в рамках внеурочной деятельности предложить нашим десятиклассникам проект, нашу проекторию, где они могли бы погрузиться в интересное, увлекательное дело, работая в сырых и стабильных командах, познакомиться с проектным методом работы, также придумать и выполнить свой индивидуальный проект и работать над групповым проектом. Инициативная группа педагогов под управлением Дворкина и Нины Фердинандовны, учителя информатики, разработали методические материалы для сопровождения проектной деятельности обучающихся. И ежегодно с 2017 года в параллельно с десятых классов у нас проводится наша проектория. Тематику кейсов для проектной деятельности нам предлагают наши предприятия-партнеры. Это Центральная Раменская больница, Раменское приборостроительное конструкторское бюро, приборостроительный завод, камнерезное предприятие КАМ, Дворец спорта Борисоглевский, ну и другие. Деятельность проектной группы у нас контролируют эксперты от предприятий, а сопровождают эту деятельность тьютеры из числа педагогов в гимназии. Цель нашей проектории – сформировать понятие о том, что во всех сферах современного производства применяются информационные технологии, научить детей применять цифровые образовательные ресурсы в проектной научно-исследовательской деятельности, в том числе мы используем ресурсы МЭО, и обеспечить равный доступ к современному оборудованию. Я пропущу, пожалуй, анализ материально-технической базы, скажу только, что в настоящее время у нас укомплектованы цифровые лаборатории, три кабинета информатики, более ста педагогов, которые трудятся, из них 56% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 25% – первую квалификационную категорию. Ежегодно педагоги гимназии повышают свою квалификацию, в том числе дистанционно на платформе МЭО. В гимназии более 25 лет сохраняется сотрудничество с ведущими отраслевыми вузами, ниже перечисленные ГТУ имени Баумана, первый медицинский имени Сеченова, второй медицинский имени Павлова, ГУ, ГСГУ, НИУ, это вузы, входящие в топ-100 лучших вузов Москвы, Московской области и России. Следующий вопрос, который коротко хотелось осветить, о том, как организовать сетевое взаимодействие школы с вузами. Во-первых, нужно определить для себя вузы, в которых ведется обучение по интересующим профилям подготовки. На официальном сайте вуза, как правило, есть раздел довузовской подготовки или раздел взаимодействия с профильными школами. Здесь можно найти контакты ответственных лиц, которые всерьез занимаются этим направлением, владеют информацией, и можно направить письмо на официальном бланке школы с просьбой рассмотреть возможность организации сетевого взаимодействия. Желательно к этому письму приложить список достижений ваших учеников и выпускников школы за последние 3-4 года. Следующий шаг в случае заинтересованности вуза вы получаете ответное письмо от организаторов, ну и заключаете договора о сетевом взаимодействии. Как правило, в этих договорах отражаются формы взаимодействия, сроки и условия взаимодействия. Посещать открытые мероприятия, проводимые вузом в течение учебного года, это тоже такой мотивирующий фактор, который позволяет детям выбрать направление. При этом не забываем, что мы все связаны через 7 рукопожатий, и как правило, мы ищем знакомых, которые сотрудничают или учатся, или окончили данные в высшее учебное заведение. Как правило, это наши бывшие выпускники. Что касается нашего проекта, наша проектория. В нашем образовательном учреждении это мероприятие проводится уже в шестой раз. Темы ежегодно меняются. Но вот с 2020 года у нас актуальные технологические проекты поменялись на слоган «Мы меняем мир». В рамках нашей проектории в первый день, в день открытия, проводится несколько мероприятий. Продолжительность 6 часов. И за эти 6 часов наши ребята успевают пройти деловую игру, жизненный цикл инноваций, знакомство с кейсами, которые предлагают предприятия-партнеры. Также они отправляются на квест «Готовимся к проекту», в котором на каждом этапе рассказывается об тех или иных этапах проектной деятельности. Также они проходят метапредметную контрольную работу, в чем секрет успеха. На каждом этапе дети зарабатывают бонусные баллы, потом мы определяем победителя. Вот деловая игра «Жизненный цикл инноваций» проводится в актовом зале. Дети разбиваются на группы по 10-12 человек, причем это случайный выбор. Они тянут жидончики с номерами и могут себя попробовать в роли предпринимателей, развивающих свой бизнес в условиях конкуренции. Проводится мы рефлексия, дети отвечают на вопросы, что хорошо получилось, что плохо и так далее. На следующем этапе мы знакомим их с кейсами, которые нам представляют предприятия-партнеры. Каждый год тематика кейсов может меняться. Вот здесь на цветных табличках можно посмотреть тематику кейсов. Некоторые проекты у нас долгосрочные, то есть они сохраняются, меняется только состав участников. И дети заполняют табличку, выбирая из тех проектов, которые им понравились. Дальше формируются более стабильные группы, которые в течение года будут работать в нужном направлении. После этого происходит новая жеребьевка, и дети отправляются на квест, в котором разные этапы. Где-то они шутливые, где-то они очень серьезные. Например, там, где проводится контрольная работа метапредметная, иногда вообще можно слышать, как дети дышат. А программа, которую мы взяли на сайте Сберкласса, очень нам помогла провести этап, который называется «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Собственно, для определения тематики проекта. Квест «Готовимся к проекту» заканчивается сбором букв. И вот на экране сейчас отображается этот модуль «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» в рамках цикла обучающих занятий по проектному управлению. Затем все снова собираются в актовом зале, и на завершающем этапе дети должны придумать лаконичный рекламный слоган, записать его, используя выданные во время квеста буквы, и создать плакат по теме «Проект это». Затем зрительское голосование определяет лучшую команду. Старт нашей проектории – это всего лишь мотивирующие мероприятия в начале учебного года. Далее проектная деятельность продолжается в течение учебного года, и подростки работают над своими проектами, разрабатывая, как правило, очень необычные продукты. Вот хочется представить один из таких продуктов. Это герд нашей гимназии. Он разработан учениками от стадии эскиза и выполнен специалистами на камнерезном предприятии «Кам». Начиная от рисунка цветными карандашами и заканчивая готовым изделием, которое в настоящее время украшает артиум нашей гимназии, доску почета горбость гимназии. Выполнен он из цветного гранита под руководством эксперта Ганиевой Елизаветы. На следующем кадре также представлены продукты наших ребят. Из опыта нашей проектной деятельности в этом учебном году мы организовали стажировочную площадку для педагогов Московской области. Приглашаем к себе на обучение в рамках проектной деятельности. Мы являемся стажировочной площадкой, по этому направлению. И вот на последнем слайде есть ссылочка, где можно зарегистрироваться и приехать к нам, если вы находитесь территориально где-то близко. 21 апреля у нас состоится открытое мероприятие в рамках нашей проектории, где ребята будут представлять свои проекты, над которыми они работали в этом учебном году. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Подошла к завершению работа нашего трека. Сегодня с вами в качестве эксперта работала Анединова Ирина Геннадьевна, начальник отдела по общему дошкольному образованию, управлению образованием администрации Кандинского района Хантамансийского автономного округа Югры. Надеюсь, что скоро и наши педагоги также поделятся своим опытом внедрения ресурсов МЭО, как в проектную деятельность, так и во время учебно-воспитательного процесса, в неурочной деятельности. Хочется сказать слова большой благодарности всем спикерам, которые принимали сегодня участие, а также организаторам и сотрудникам платформы мобильно-электронное образование. Всем большое спасибо. В чате вопросов не поступило. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok